здравствуйте друзья сегодня я расскажу вам новую интересную историю из жизни приятного просмотра баба валя кое-как открыла калитку с трудом доковыляла до двери долго возилась со старым уже тронутым ржавчиной замком зашла в свой старый нетопленный дом и села на стул у холодной печи в доме пахло нежилым она отсутствовала всего три месяца но потолки успели зарасти паутиной старинный стул жалобно поскрипывал ветер шумел в трубе дом встретил ее сердито где ж ты пропадала хозяйка на кого оставила как зимовать то будем сейчас сейчас милый мой погодь чуток передохну затоплю погреемся еще год назад баба валя бойко сновала по старому дому побелить подкрасить принести воды ее маленькая легкая фигура то склонялась поклонах перед иконами ухозяйничала у печи улетала по саду успевая посадить прополоть полить и дом радовался вместе с хозяйкой живо поскрипывал половицами под стремительными легкими шагами двери и окна с готовностью распахивались от первого прикосновения маленьких натруженных ладоней печка усердно пекла пышные пироги им хорошо было вместе вале и ее старому дому рано схоронила мужа вырастила троих детей всех выучила вывела в люди один сын капитан дальнего плавания второй военный полковник оба далеко живут редко приезжают в гости только младшая дочь тамара в селе осталась главным агрономом с утра до вечера на работе пропадает матери забежит воскресенье душу пирогами отведет и опять неделю не видится утешение внучка светочка да можно сказать у бабушки выросла а какая выросла то красавица глазищи серые большие волосы цвета спелого овса до пояса кудрявые тяжелые блестящие сияние даже какое-то от волос сделает хвост пряди по плечам рассыплются на местных парней прям столбняк нападает рты открывали вот как фигура точеная и откуда у деревенской девчонки такая осанка такая красота баба валя в молодости симпатичная была но если старое фото взять да со светкиным сравнить пастушка и королева умница к тому же окончила в городе институт сельскохозяйственный вернулась в родное село работать экономистом замуж вышла за ветеринарного врача и по социальной программе молодой семьи дали им дом новый и что это за дом был солидный основательный кирпичный по тем временам особняк целый они дом единственное у бабушки вокруг избы сад все растет все цветет а у нового дома внучки пока ничего вырасти не успела три тычинки да и к выращиванию светлана прямо скажем была особо не приспособлена она хоть девушка и деревенская но нежная бабушкой от любого сквозняка и тяжелого ручного труда оберегаемая да еще сын родился васенька тут уж некогда садами и огородами заниматься и стала света бабушку к себе зазывать пойдем да пойдем ко мне жить дом большой благоустроенный печь топить не нужно а баба валя стала прибаливать исполнилось ей 80 лет и как будто болезнь ждала круглой даты стали плохо ходить когда-то легкие ноги поддалась бабушка на уговоры пожила у внучки пару месяцев а потом услышала бабушка милая я тебя так люблю ты же знаешь но что ж ты все время сидишь лишь всю жизнь работаешь топчешься а у меня смотри расселась я хозяйство хочу развести от тебя помощи жду так я не могу доченька у меня уже ножки не ходят старая я стала как ко мне приехала сразу старая в общем вскоре бабушка не оправдавшая надежд была отправлена во своя си и вернулась в родной дом от переживаний что не справилась не помогла любимой внучке баба валя совсем слегла ноги ширкали по полу медленно не желая двигаться набегались за долгую жизнь устали дойти от постели до стола превратилась трудную задачу а до любимого храма непосильную отец борис сам пришел к своей постоянной прихожанке до болезни деятельной помощницы во всех нуждах старинного храма внимательным глазом осмотрелся баба валя сидела за столом занималась важным делом писала свои обычные ежемесячные письма сыновьям в избе холодновато печка протоплена плохо пол ледяной на самой теплая кофта не первой свежести грязноватый платок это на ней первой аккуратницы и чистюли на ногах стоптанные валенки отец борис вздохнул нужно помощница бабушки того же попросить может анну живет недалеко крепкая еще лет на двадцать моложе бабы вали будет достал хлеб пряники половину большого еще теплого пирога с рыбой это поклон от матушки александры засучил рукава подрясника и выгреб золу из печи три приема принес побольше дров на несколько топок сложил в углу затопил принес воды и поставил на печь большой закопченный чайник сынок дорогой ой то есть отец наш дорогой помоги мне с адресами на конвертах а то я своей куриной лапой напишу а ведь не дойдет же отец борис присел написал адреса бегло бросил взгляд на листочки с кривоватыми строчками бросилась в глаза очень крупными дрожащими буквами а живу я очень хорошо милый сыночек все у меня есть слава богу только листочки эти о хорошей жизни побывали все в кляксах размытых букв и кляксы те по всей видимости соленые соседка анна взяла шефство над старушкой отец борис старался регулярно ее исповедовать и причащать по большим праздникам муж анны дядя петя старый моряк привозил ее на мотоцикле на службу в общем жизнь потихоньку стала налаживаться внучка не показывалась а потом через пару лет тяжело заболела у нее давненько были проблемы с желудком и свои недомогания она списывала на больной желудок оказался рак легких от чего такая болезнь ее постигла кто знает только сгорела светлана за полгода ее муж буквально поселился на могиле покупал бутылки пил спал прямо на кладбище просыпался и шел за новой бутылкой трехлетний сын вася оказался никому не нужен грязный сопливый и голодный взяла его тамара но по своей многотрудной деятельности агронома внукам ей заниматься было некогда и васю стали готовить в районы интернат интернат считался неплохим энергичный директор полноценное питание на выходные можно брать детей домой не домашнее воспитание конечно но тамаре некуда было деваться на работе приходилось задерживаться допоздна а до пенсии еще дожить нужно и тогда в коляске старого урала дочери приехала баба валя за рулем восседал толстый сосед дядя петя одетый в тельняшку с якорями и русалками на обеих руках вид у обоих был воинственный баба валя сказала коротко я васеньку к себе возьму мам да ты сама еле ходишь где тебе с малым справиться ему ведь и приготовить и постирать нужно пока я жива васеньку в интернат не отдам отрезала бабушка пораженная твердостью обычно краткой бабы вали тамара замолчала задумалась и стала собирать вещи внука дядя петя увез старого и малого до хаты выгрузил а потом почти на руках транспортировал обоих в избу соседи осуждали бабу валю хорошая такая старуха добрая да видимо на старости лет из ума выжила за самой уход нужен а еще ребенка привезла это ж не кутенок какой ему забота нужна и куда только тамарка смотрит после воскресной службы отец борис отправился к бабе вали с недобрыми предчувствиями не придется ли изымать голодного и грязного вайску у бедной немощной старушки в избе оказалось тепло печь основательно протоплена чистый довольный васенька с дивана слушал пластинку со старинного проигрывателя сказку про колобка а бедная немощная старушка легко порхала по избе мазала перышком противень месила тесто била яйца в творог и ее старые больные ноги двигались живо и проворно как до болезни батюшка дорогой а я тут это ватрушки затеяла погоди немножко матушке александре и кузеньке гостинчик горяченький будет отец борис пришел домой еще не оправившись от изумления и рассказал жене об увиденном матушка александра задумалась на минуту потом достала из книжного шкафа толстую синюю тетрадь полистала и нашла нужную страницу старая егоровна отжила свой долгий век все прошло пролетело все мечты чувства надежды все спит под белоснежным тихим сугробом пора пора туда где не есть болезнь ни печаль ни воздыхание как-то метельным февральским вечером егоровна долго молилась перед иконами а потом легла и сказала домашним зовите батюшку помирать буду и лицо ее стало белым-белым как сугробы за окнами домашние позвали священника егоровна исповедалась причастилась и вот уже сутки лежала не принимая ни пищи ни воды лишь легкое дыхание свидетельствовала душа еще не улетела из старческого неподвижного тела дверь в прихожей раскрылась свежий порыв морозного воздуха младенческий крик тише тише у нас тут бабушка умирает я же младенцу не заткну рот она только что родилась и не понимает что плакать нельзя из роддома вернулась внучка старой егоровны настя со смешным красненьким еще младенцем с утра все ушли на работу оставив умирающую старушку и молодую мамочку одних у насти еще толком не пришло молоко сама она неопытная не умела пока приладится к дочери и младенец истошно орал сильно мешая егоровне в ее помирание умирающая егоровна приподняла голову отсутствующий блуждающий взгляд сфокусировался и обрел ясность она с трудом села на кровати спустила босые ступни на пол и стала шарить слабой худой ногой в поисках тапок когда домашние вернулись с работы дружно отпросившись пораньше по уважительной причине все же умирающая а может уже и спустившая последний вздох бабушка то обнаружили следующую картину егоровна не только не собиралась испускать последнего вздоха но напротив смотрелась бодрее обычного она решительно передумала помирать и бойко ходила по комнате боюкая довольного умиротворенного наконец младенца то время как обессиленная внучка отдыхала на диване александра закрыла дневник глянула на мужа улыбнулась и закончила моя прабабушка вера егоровна меня очень полюбила и просто не могла позволить себе умереть сказала словами песни а помирать нам рановато есть у нас еще дома дела она прожила после этого еще десять лет помогая моей маме а твоей тёще анастасии кирилловне растить меня свою любимую правнучку и отец борис улыбнулся жене в ответ друзья спасибо что прослушали эту историю до конца если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал и оставляйте свое мнение в комментариях до новых встреч